Когда нам что-то сказали на английском, а мы не поняли и хотим переспросить, какие фразы мы используем. Конечно же, как нас учили в школе. Но в реальном мире носители используют намного больше фраз. Сегодня мы с вами выучим 22 альтернативных варианта. Готовы расширять свой словарный запас? Меня зовут Юля, вы смотрите канал LinguaTripTV, и давайте начинать! Когда вы услышали, но не поняли, что это значит, можно сказать Я не понял, да? Я не уловил Или То же самое, да? Можешь сказать другими словами? Не забывайте добавлять please. Это всегда очень вежливо, хорошие манеры, все дела. Или можно сказать I don't get it. Неважно, I didn't get it, или I don't get it. Можете сказать и так, и так. Еще можно сказать I'm not following you. Я не понимаю, да? Не улавливаю. I'm not following you. I'm not following you. Если ваш собеседник говорит слишком быстро, то вы можете попросить его говорить помедленнее Would you mind slowing down a bit? Вы не против снизить скорость? Вы не против снизить свою скорость? Еще можно сказать Say that again? Но это больше разговорный вариант Скажи еще раз Say that again? Очень популярный, кстати Say that again Или можно сказать Could you say that again, please? Вы не могли бы еще раз сказать, пожалуйста Could you say that again, please? Could you say that again, please? Или можете сказать What did you say? Что ты сказала? Но здесь следите за интонацией What did you say? Прозвучит так, как будто собеседник сказал явно что-то не то А what did you say? Прозвучит так, как будто вы просто не услышали и переспрашиваете Так что следите за своей интонацией Одна и та же фраза может прозвучать по-разному What did you say? Еще можно сказать What was that? Это что-то вроде А? Что? What was that? Что ты сказал? What was that? What was that? Уже 3 сентября стартует новый поток марафона для новичков Если вы хотите получить отличную базу И уверенный средний уровень английского всего за месяц То очень рекомендую присоединиться На марафоне не будет зубрежки Вене с Марины рассказывают так Что схватываешь на лету С юмором и простым языком Будут только нужные слова Современные слова С жизненными примерами И никакого олдскула Помимо грамматики и лексики Вы еще поработаете над интонацией и произношением Чтобы звучать как носитель Старт нового потока уже совсем скоро Не пропустите Ссылка и промокод на скидку в описании под этим видео Ну а мы с вами продолжаем Если вы не услышали, что сказал собеседник То можете сказать Да, я пропустила Или Да, я абсолютно пропустила Вообще не услышала, что ты сказала Можете сказать Что ты только что сказал? Или простое Опять же Следите за интонацией Потому что если вам сказали Что это оскорбительное Или неуместное Вы можете сказать А если вы просто переспрашиваете То достаточно будет Спокойного Excuse me Да Не раз слышала Excuse me Если вы что-то не услышали А человек продолжает говорить А вы хотите его перебить И уточнить То можете сказать I'm sorry to interrupt, but И какое-то продолжение Мне очень жаль, что я вас перебиваю Но и дальше ваше продолжение Еще есть очень распространенные Неформальные варианты Но они настолько неформальные Что могут даже иногда Прозвучать грубо Или сойти за плохие манеры Так что будьте осторожны Например Или Или еще один популярный вариант Или Ну и последний на сегодня Еще раз повтори С друзьями такое использовать окей Но с коллегами по работе С боссом, конечно же, не стоит Я очень надеюсь, что вы выучили Какие-то новые для себя фразы И обязательно их выпишите Чтобы потом не забыть Использовать свои речи Подписывайтесь на канал LinguaTripTV И смотрите другие наши видео До встречи